Жители Кокшетау жалуются на качество воды. По словам горожан, то, что течет из кранов, невозможно пить. Живительную влагу перед употреблением приходится некоторое время отстаивать. И так уже несколько лет. В чем проблема, выясняли наши корреспонденты. Пенсионеры Баталовы хоть и живут в благоустроенной многоэтажке, но воду из-под крана для пищевых нужд не используют. Говорят, пить ее невозможно. Пахнет хлором, кислитой, иногда даже и мусор встречается в живительной влаге. Отстаиваем, а потом уже пользуемся. Ну куда тогда? Нет, не пьем, не варим с нее ничего. Потому что она пахнет чем-то. Особенно весной она черная вода. И сейчас вот мы зимой ее не пьем, носим из родника и покупаем. Вроде бы она чистая, но она невкусная. А невкусная почему? Значит, там и хлорка есть, может быть, больше, чем положено. Поэтому мы не от добра вводим такую даль или покупаем эту воду. От безысходности жители используют воду из колонок, но тоже опасаются, что это вредно для здоровья. В магазинах живительную влагу продают по 10 тенге за литр, и не все могут себе позволить каждый раз ее покупать. В некоторых дворах установили специальные аппараты и торгуют очищенной водой. Литр покупаем за 15 тенге. 8 баклашек на неделю для одной семьи набираем. И многие берут здесь воду. Иногда даже в очереди стоим. Используем для приготовления еды, чая, просто для питья. В Кокшетау вода поступает из Чаглинского и Сергеевского водохранилищ. Ее очищают в этом гидроцехе. Но станция, построенная 50 лет назад, требует ремонта. В 2009 году в городе начинали строить новое водочистное сооружение, но по непонятным причинам эту работу тогда до конца так и не довели. И возобновили стройку лишь в 2020-м. По мутности, по цветности она сегодня соответствует, но это на очистных сооружениях. То есть в очистных сооружениях, пока вода доходит до потребителя, то есть по магистральным сетям, по разводящим сетям, соответственно, у нее качество воды, она меняется. То есть тот идеальный показатель, он не получается там. Износ на водопроводе до 40%, а на участке канализации 15,7% износа. Проблему питьевой воды жители города в очередной раз озвучили и на отчетной встрече главы региона. В прошлом году мы выделили средства, в 2020 году 200 миллионов тенге. В этом году мы выделяем порядка 800 миллионов тенге. Дефицит 2,5 миллиарда тенге. Я думаю, что край 2024 год мы этот вопрос решим. Похоже, что кокшетауцам обещанной качественной воды придется ждать еще три года. Главное, говорят жители, чтобы власти сдержали свое слово. Нургуль Ахметова, Назергет Ухжан, Евгений Женкаренко, Хабар, 24 Кокшетау.